Всем привет! Меня зовут Дмитрий Никифоров. Сегодня у нас Алма, 56 глава, книги Мормона. И было так, что в начале 30-го года правления судей, на второй день первого месяца, Морони получил послание от геломана с описанием положения народа в той части земли. И вот слова, которые тот написал, говоря, «Мой возлюбленный брат Мороний, как в Господе, так и в невзгодах наших военных действий, вот мой возлюбленный брат, я должен сказать тебе кое-что о наших военных действиях в этой части земли. Вот 2000 сыновей тех людей, которых ОМОН привел из земли Нефия. Ныне ты знаешь, что они были потомками ломана, который был старшим сыном нашего отца Легии. И ныне мне нет нужды пересказывать тебе об их преданиях или об их неверии, ибо ты знаешь обо всем этом. А потому мне достаточно, чтобы я сказал тебе, что 2000 этих молодых мужчин взяли свое боевое оружие и пожелали, чтобы я был их предводителем. И мы выступили защищать нашу страну. И ныне ты также знаешь о завете, который заключили их отцы, что не поднимут они своего боевого оружия на своих братьев для пролития крови. Но в 26 году, когда они увидели наши страдания и наши невзгоды ради них, они были готовы нарушить завет, который заключили, и взяться за свое боевое оружие, дабы защищать нас. Но я не позволил им нарушить этот завет, который они заключили, полагая, что Бог укрепит нас, так что мы не будем больше страдать из-за соблюдения клятвы, которую они дали. Но вот есть то, в чем мы можем иметь великую радость. Ибо вот в 26 году Ягиламан двинулся во главе этих двух тысяч молодых мужчин к городу Иудея, чтобы помочь Антипусу, которого ты назначил предводителем над народом той части земли. И я присоединил мои 2000 сыновей, ибо они достойны называться сыновьями, к войску Антипуса. И Антипус чрезвычайно обрадовался этой силе, ибо вот его войско было ослаблено ламанийцами, поскольку их силы убили огромное число наших людей, из-за чего нам приходится горевать. Тем не менее, мы можем утешаться тем, что они погибли за дело своей страны и своего Бога. Да, и они счастливы. И ламанийцы также удерживали много пленных, которые все были главными военачальниками, ибо никого другого они не оставили в живых. И мы полагаем, что в это нынешнее время они находятся в земле Нефия. И это так, если они не убиты. И ныне вот, города, которыми обладели ламанийцы путем пролития крови столь многих наших доблестных людей, земля Манти или город Манти, и город Зизром, и город Кумений, и город Антипара. И это города, которыми они владели, когда я прибыл в город Иудею. И я нашел Антипуса и его людей, изо всех сил трудившихся над укреплением города. Да, и они были ослаблены телом, а также и духом, ибо они доблестно сражались днем и трудились ночью, дабы отстоять свои города. И таким образом они переносили великие страдания всякого рода. И ныне они были полны решимости победить на этом месте или умереть. А потому ты можешь справедливо полагать, что эта немногочисленная сила, которую я привел с собой, да, эти сыновья мои принесли им великие надежды и большую радость. И ныне было так, что когда ламонийцы увидели, что Антипус получил больше силы для своего войска, они были принуждены приказами Амарона не вступать в сражение против города Иудея или против нас. И таким образом мы были в благоволении у Господа, ибо если бы они напали на нас при этой нашей слабости, то, быть может, они истребили бы наше небольшое войско. Но таким образом мы были сохранены. Амарон приказал им удерживать те города, которые они взяли. И так закончился 26-й год. В начале 27-го года мы приготовили себя и наш город к обороне. И ныне мы желали, чтобы ламонийцы пошли на нас, ибо мы не желали предпринимать атаку на них в их укреплениях. И было так, что мы держали дозорных вокруг, чтобы следить за передвижениями ламонийцев, дабы они не могли пройти мимо нас ни ночью, ни днем, чтобы предпринять атаку на другие наши города, которые были к северу. Ибо мы знали, что люди в тех городах не были достаточно сильны, чтобы встретить их. А потому мы желали, если они будут проходить мимо нас, напасть на них с тыла и тем самым втянуть их в сражение с тыла. В то время, как они будут встречены спереди, мы полагали, что сможем одолеть их. Но вот мы были разочарованы в этом своем желании. Они не осмеливались пройти мимо нас, ни со всем своим войском, ни с его частью, дабы не оказаться им недостаточно сильными и не пасть. И также не осмеливались они и двинуться на город Зарагемля или перейти в верховье Сидона к городу Нифайгах. И так, своими силами, они были намерены удерживать те города, которые захватили. И ныне, во втором месяце этого года, было так, что нам было доставлено много провизии от отцов тех моих двух тысяч сыновей. А также нам были присланы две тысячи человек из земли Зарагемля. И таким образом мы были подготовлены с десятью тысячами человек и провизии для них, а также для их жен и их детей. И ломонийцы, видя таким образом, что наши силы ежедневно увеличиваются и провизия, пребывая для нашего обеспечения, начали бояться и стали совершать вылазки, чтобы, если это было возможно, прекратить поступление к нам провизии и подкрепления. И ныне, когда мы увидели, что ломонийцы начали беспокоиться на этот счет, мы решили применить против них военную хитрость. А потому Антипус приказал, чтобы я двинулся с моими юными сыновьями в соседний город, как будто доставляя провизию в соседний город. И мы должны были проходить близ города Антипара, как будто мы шли в город, расположенный дальше, в тех пределах у морского побережья. И было так, что мы двинулись вперед, как будто направлялись в тот город с нашей провизией. И было так, что Антипус выступил с частью своего войска, оставив остальных удерживать город. Но он не выступил, пока я не прошел вперед с моим небольшим войском и не приблизился к городу Антипара. И ныне в городе Антипара было размещено самое сильное войско ламонийцев, да самое многочисленное. И было так, что когда они были оповещены своими дозорными, они выступили со своим войском и двинулись на нас. И было так, что мы бежали от них к северу. И таким образом мы увели самое сильное войско ламонийцев. Да, и даже на значительное расстояние, так что, когда они увидели войско Антипуса, преследующие их изо всех своих сил, они не повернули ни направо, ни налево, но продолжали свое движение в прямом направлении за нами. И как мы полагаем, у них было намерение убить нас, прежде чем Антипус настигнет их, чтобы избежать окружения нашими людьми. И ныне Антипус, видя угрожающую нам опасность, ускорил движение своего войска. Но вот наступила ночь, а потому они не настигли нас, так же, как и Антипус не настиг их. И потому мы расположились там на ночлег. И было так, что еще до наступления утренней зари вот ломонийцы начали преследовать нас. И ныне мы не были достаточно сильны, чтобы сражаться с ними. Да, я не мог допустить, чтобы мои юные сыновья попали им в руки, а потому мы продолжили наш поход и двинулись в пустынную землю. И ныне они не осмеливались повернуть ни направо, ни налево, чтобы не оказаться им в окружении. Так же, как и я, не сворачивал ни направо, ни налево, чтобы они не настигли меня. И мы не смогли бы устоять против них и были бы убиты. А они осуществили бы свой побег. И таким образом мы бежали весь тот день в пустыню до самой темноты. И было так, что снова, когда появился утренний свет, мы увидели ломонийцев, наступавших на нас, и мы бежали от них. Но было так, что они недолго преследовали нас и вскоре остановились. И это было утром третьего дня седьмого месяца. И ныне, были ли они настигнуты Антипусом, мы не знали. Но я сказал своим людям, вот мы не знаем, возможно, они остановились той целью, чтобы мы выступили против них, дабы они поймали на свою ловушку. А потому, что вы скажете, сыновья мои, пойдете ли вы против них сражаться? И ныне я говорю тебе, мой возлюбленный брат Мароний, что никогда еще я не видел такой великой храбрости. Нет, ни у кого из нефийцев. Ибо так как я всегда называл их своими сыновьями, ибо все они были очень молоды, то они сказали мне, отец, вот Бог наш с нами, и он не допустит, чтобы мы пали. Тогда выступим же, мы не стали бы убивать своих братьев, если бы они оставили нас в покое. А потому, пойдем же, чтобы они не одолели войско Антипуса. И ныне они никогда еще не воевали, но они не боялись смерти, и они больше думали о свободе своих отцов, нежели о своей жизни. Да, они были научены своими матерями, что если они не усомнятся, то Бог избавит их. И они пересказали мне слово своих матерей, говоря, у нас нет сомнений, что наши матери знали это. И было так, что я развернулся со своими двумя тысячами против ламанийцев, преследовавших нас. И ныне вот войска Антипуса настигли их, и началась страшная битва. Войско Антипуса, которое было уставшим из-за столь длинного перехода, совершенного за столь краткий промежуток времени, почти уже пало в руки ламанийцев. И если бы я не вернулся со своими двумя тысячами, то те достигли бы своей цели. Ибо Антипус уже пал от меча, и многие из его предводителей из-за своей усталости, которая была вызвана быстротой их похода. А потому люди Антипуса, растерявшиеся из-за гибели своих предводителей и начали отступать перед ламанийцами. И было так, что ламанийцы ободрились и начали преследовать их. И таким образом ламанийцы преследовали их со всей своей силой. Таким образом ламанийцы преследовали их со всей силой, когда геломан напал на них с тыла со своими двумя тысячами и начал убивать их в большом множестве. Так что все войско ламанийцев остановилось и повернуло на геломана. И ныне, когда люди Антипуса увидели, что ламанийцы развернулись, они собрали своих людей и снова напали на ламанийцев с тыла. И ныне было так, что мы, народ Нефиев, люди Антипуса, и я со своими двумя тысячами окружили ламанийцев и убивали их. Да, так что те были принуждены сдать свое боевое оружие и себя самих в плен. И ныне было так, что когда они сдались нам, вот я пересчитал тех молодых людей, которые сражались вместе со мной, боясь, что многие из них убиты. Но вот, к моей великой радости, ни одна душа из них не пала на землю. Да, и они сражались как будто силой Божьей. Да, и никогда еще не было известно, чтобы люди сражались с такой удивительной силой. И с такой могучей силой они напали на ламанийцев, что те испугались их, и по этой причине ламанийцы сдались как военнопленные. И поскольку у нас не было места для наших пленных, чтобы содержать их и охранять от войск ламанийцев, поэтому мы отправили их к землю Зарагемля, и с ними часть тех людей Антипуса, которые не были убиты. А остальных я взял и присоединил к своим юным амманитянам. И мы двинулись обратно в город Иудею. Ну вот, те две тысячи молодых воинов в действии. И вот здесь, мне кажется, стоит обратить внимание на слова, которые говорили им их матери, потому что, мне кажется, это очень важно. Здесь говорится о том, что они больше думали о свободе своих отцов, нежели о своей жизни. Они были научены своими матерями, что если они не усомнятся, то Бог избавит их. Вот какая сила у матерей. Если вы матери, если у вас есть дети, вот смотрите, какая сила у вас есть. Вы можете так много дать своим детям, такую веру в них развить, чтобы они ни в чем не сомневались, что Бог на самом деле избавит их от любых вещей. Я благодарен моей маме, моему отцу за их веру, за то, что они делились своим свидетельством со мной и с моими братьями и сестрами. И это свидетельство, их свидетельство зародило во мне мою веру. И сейчас я надеюсь, что я могу передать эту веру моим детям, чтобы в них также зародилась эта искра. Но удивительным образом вера одного человека может изменить на самом деле мир. Вот народ, получается, принял на себя такой завет, который они сами придумали с Богом, что они не будут воевать. То есть у них была такая сильная вера, что они держали перед собой этот завет. Их дети, они видели, насколько сильными были их родители. И это так сильно их зарядило, укрепило их веру, что теперь они умножили, можно сказать, веру родителей и с этой силой умноженной пошли защищать свою страну и проявлять свою веру. И удивительным образом вот какие чудеса с ними происходят. Тут написано, что не было никогда еще вообще в истории нефийцев никто так не сражался с такой силой, как эти 2000 молодых ребят, которые никогда оружие даже не держали в руках. Удивительным образом Бог укрепляет тех, кто полагается на Него, кто верит и не сомневается. Сложно верить? Сложно. Петр поверил, что может пойти по воде и пошел, но засомневался и начал тонуть. Я думаю, что большинство из нас даже в голову бы не пришло, что можно ходить по воде. Христос, он может ходить, а мы все, нам даже не пришло бы в голову. Мне вот в прошлой главе мы говорили о том, что люди, которые приближаются к Богу, они становятся очень изобретательными, и они начинают использовать свой разум совершенно другим образом, не таким, как обычно люди используют. То есть люди, которые выстраивают взаимоотношения с Богом, они получают откровение от Небесного Отца, и они зачастую используют, придумывают какие-то вещи, которых раньше не существовало, либо меняют их. И вот даже наш пророк, президент Нельсон, хороший пример того, как это нужно делать. То есть он был одним из первых людей, которые разработали искусственный, как это назвать, аппарат для поддержания жизни во время операции на сердце. То есть до него не проводились операции на сердце. Люди считали, что если ты дотронешься до сердца, ты будешь проклят, и никогда не касайся сердца. Но он читал священное писание, где написано, что есть закон, неприложенный, установленный на небе, по которому определяются все благословения. Если ты хочешь получить какое-то благословение, тебе нужно соблюсти этот закон. И он применил это к своей работе. Он подумал, ну вот есть сердце, и оно работает по какому-то закону. Мне нужно понять, по какому закону оно работает, чтобы я мог получить, соблюсти этот закон, получить это благословение. Чтобы я мог взять это сердце и заменить его чем-то временно, пока я там делал операцию на нем. Интересно, что люди думали, что сердце, если останавливается, то его уже никогда не запустить. Но это была ошибка, потому что сердце можно было остановить и запустить заново, и оно опять бы начало биться. А в это время, когда сердце человека вынимают, нужен какой-то аппарат, который бы гонял кровь. И вот как раз над этим аппаратом он работал. И удивительным образом, как вот откровение работает. То есть ты собираешь все необходимые знания, которые у тебя есть, и начинаешь трудиться и пробовать разные варианты. И ты молишься, и ищешь ответ Небесного Отца. И если ты достоин, и если ты сделал все, что в твоих силах, то ты можешь рассчитывать на откровение от Небесного Отца. И Он может дать его тебе. Потому что ты, ну если ты, конечно, я не говорю про игровые автоматы сейчас, как вот мне эту систему разломать, чтобы выиграть мне деньги в автомате. Я больше говорю про пользу для общества. То есть если ты не думаешь о своей выгоде, ты думаешь над тем, что как помочь людям вокруг, то Бог обязательно, обязательно даст откровение. И вот пример того, как это работает здесь в этих главах. Как Мароний и Геломан и другие военачальники, которые были с Богом, изобретали новые вещи, которых никогда не было. И ломанийцы, они пытались повторять их, но нефийцы, они же их изобрели, они понимают, что на эту уловку они не попадутся. Но ломанийцы сами ничего не могли изобрести. Они вот в таком прибывали. Брали количество, посылали просто огромное количество людей. И вот большими потерями брали эти города. В отличие от нефийцев. Они старались брать вообще без потерь. Вот. Что-то могу говорить, что много. Давайте закончим на сегодня. Увидимся завтра. Пока-пока.